С 5 июля в Казахстане вводятся ограничительные меры сроком на 14 дней. Прекращаются автобусные междугородние перевозки, сокращается ЖД-сообщение. При этом самолеты будут летать по прежнему графику и не будет запрета на передвижение в личных автомобилях. Работа общественного транспорта будет сохранена с ограничениями по времени. Будут введены ограничения на перемещение населения старше 65 лет и группами более трех человек. Посещение парков и скверов допускается группами не более трех человек. При этом разрешаются индивидуальные тренировки на открытом воздухе. Запрещено проведение зрелищных спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных памятных мероприятий. Приостанавливается деятельность торговых домов и торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек внутри них. Караоке, бильярды, компьютерные клубы, фудкорты, банкетные залы, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, спа-салоны, бани, сауны также временно прекращают работать. То же касается крытых рынков, пляжей, музеев и религиозных объектов. По мнению властей, все вышеперечисленные места считаются эпидемически опасными. Будет сохранена дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников государственных органов, офисов, национальных компаний и иных организаций. Деятельность медицинских центров будет осуществляться по записи. Деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков будет разрешена с ограничениями по времени. Допускается деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе и с установлением в зале не более 30 посадочных мест без проведения коллективных мероприятий. Продолжат работать с усилением санитарно-дезинфекционного режима, автомойки и СТО, салоны, банки второго уровня и магазины бытовой техники. Все открытые объекты продолжат мониторить мобильные группы. Период реализации строгих ограничительных мер будут сопровождаться проведением постоянного мониторинга ситуации и оценкой эффективности принимаемых мер. Особо обращаю внимание бизнес-сообщества и наших граждан на следующее. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности будут привлекаться физические лица на 30 МРП. Субъекты предпринимательства от 230 МРП и выше. Как уверяют в правительстве, эти меры необходимы для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане. Стоит отметить, что в случае необходимости карантин может быть продлен и ужесточен. Екатерина Чеснокова, Жанна Карташова, Новости Тимиртау.